Продолжение следует... А были у нас? Были у вас, да. Когда последний раз получилось? В 93-м, по-моему. Ну, многое поменялось. Ну, я знаю. У вас в трамваище ходили такие 50-х годов. Сейчас новые ходят? А у нас трамваев сейчас практически вообще нет. У нас осталось две линии трамвая. И рейсы сняли, или рейсы оставили? Нет, сняли рейсы. А что, вместо них автобусы или троллейбусы понасадили? Троллейбусы, троллейбусы. А в Москве наоборот, он троллейбусы убирал, убрали почти все. А трамваи наоборот, типа, как в Европе, в расцвете. У нас, да, у нас вот с этого года уже, хотя, ну, уже потихоньку завезли автобусы электрические. Ну, я понимаю электробусы, да. Да, да. За пять лет полностью хотят поменять все автобусы на электробусы. Ясно. От вас ходил поезд в самый дальний в мире по протяженности, который попал в книгу Гиннесса. Знаете, когда номер 53, знаете, какой это поезд? Ранее. До двенадцатого года он ходил. Если интересно, вот в МГТ-транспорт, там практически все, что они ходят. Ну, в Владивосток-Харьков был такой поезд, он попал в книгу Гиннесса как самый дальний маршрут, самый протяженный. Кстати, слышал что-то в этом роде, но у нас был еще и другой поезд. И, кстати, до сих пор ходит Владивосток и Шмель. Ну, это намного ближе. Бишкек, он раньше не ходил, это, наверное, и в последние десять лет. У вас в европейскую часть только ходило, в Харьков и в Москву больше никуда не ходил. Если честно, я об этом поезде узнал буквально три дня назад, даже неделю назад. У нас просто человек устроил на работу, вот он приехал на этом поезде. Ну, наверное, что-то не поезд, а прицепной вагон, наверное, там, или пару вагонов. Цепляет к московскому, и все, денет. Вот, денть в Омске. Нет, но он приехал на поезде, а на самом деле, ну, я посмотрю, это интересно. Скорее всего, вряд ли такой поезд есть. Скорее всего, прицепные вагоны просто. Может быть, может быть. Я, как-то, в центре транспорта, в топоте, я, наверное, в те-ти годы, раза четыре, на электричке съездил, сказал, нахрен не это надо, и не ездил. Не люблю это транспорта. Ну, я, наоборот, люблю. Ну, хорошо, ладно. Есть у вас какие-нибудь вопросы еще? Да. Вы откуда переехали в Канаду? Из Харькова. Из Харькова? Понятно. Печально, что происходит? Происходит печально. Да, печально. Ну, с Харьковом печально, да, я согласен, да. Если хотите... Почему это снимаю? У меня своя квартира. А, своя квартира, понял. Ну, это хорошо. А вообще, сколько коммунальную ухуделку? Ну, тут мейнтенс, он в зависимости от дома. В новом доме 200 долларов. В более старом дороже, то есть до поддержания. На воду никаких счетчиков нет, тут воды хоть залейся, как при СССР. Нет, в принципе, счетчиков. Ну, это да. На электричество, как правило, домовой счетчик всем делят в пропорциональной площади. Но есть дома, где индивидуальные счетчики по-разному. Ну, так обходится... Вообще много домов с индивидуальными счетчиками? Ну, процентов, я думаю, 40. Понятно. Нет, ну, это большие дома многоквартирные. Если частый дом, он однозначно свой счетчик. И на воду у них есть. Если свой дом отдельный, частный. А я говорю про кондо, про многоквартирные дома. Да я понял, короче, что жизнь в канале. Да ничего, не жалуемся. Нормально. На бензинахиды поднялись? Да нет, практически. Чуть-чуть поднялись. На бензин поднялись. Нефть поднялась, а синхронно на бензин поднимается. А так, на мясо вообще не поднялась. На молочные, ну, поднялась на 25% где-то. У вас же не голодные, у вас же литры, да? Литры, да, да. Литры, сколько у вас литры стоит? Доллар 70 сейчас, по-моему. Или доллар 60. Канадский курс 0,78. 0,78. То есть, американцы где-то доллар 30 получается. А больше разница была один к одному? Ну, вот странно, когда нефть за 100 должен быть один к одному, а чаще что-то не специально тормозят, понижает доллар канадский. Должно быть один, в девятом году даже было больше. Когда нефть больше стольника, то один к одному даже больше, да. Нет, нет такого соглашения. Рынком определяется. Биржа есть, то есть, торгуется. Я, по-моему, это у Бабичева слышал. Нет, Бабичек откуда знает про канадский доллар. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве... Украина, утилитарная государство. Правильно? Великобритания, утилитарная государство. Германия, утилитарная государство. У них есть один... Канадский, прошу? но всегда за мудрой пути И сниться нам неровно, как космонема Не эта ледяная синема А сниться нам крова, крова ушел В соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо Ненавидят и будут ненавидеть всегда Просто потому, что мы есть и живем хорошо Слушай, Карпов, сделай обид, что я этого не слышал Судьба тебя и так любит, но не слушай Их, в общем-то, всех и назвали русские Потому что это глагол Русские это какой чей отвечает Воронеж передали В 1922 году Воронежской области А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии Опа, так это не было еще Ну еще Без лишнего шума Не знаю, кто сейчас здесь Стримит Зарабян Первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра Ага, вот с ним и Зарабяном завтра Совместный стрим Это очень опасно Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле Они могут переметнуться и нас подставить Камчатского Возвращение Украинского Украинского Украина Пытаясь Да Да Украину Которые 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 Типа Конституции Еще раз заявляю Власть в Хорьковской области четвертая и сильная Мы не позволим никого учиться жить Я благодаря вас В Хорьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти Будет только Хорьковской Будет только Хорьковская власть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...